Всем привет! Перед вами сейчас моя вышивка Birch Point, которую я вышиваю подбором, это Dimensions. И с момента последнего включения, прошло несколько дней, я немножко продвинулась. Я вышила вот здесь вот эту вот часть. Сейчас постараюсь увеличить, вам показать поближе. У меня вышилась немножко зелень, деревья вышиваются здесь полукрестиком. И, казалось бы, цвета немножко такие контрастные, но как красиво получается, виден объем. Здесь будет очень красивое дерево с французскими узелками и вот этот куст тоже с французскими узелками, но пока они не появились. Зато появляется дом и уже нарисовалась дверь, где выглядывает человек. Я не знаю, пока это мужчина или женщина, но кто-то там есть. И вышелся художник. Вот он вот здесь находится с его чемоданами. Пока еще нет мольберта, но уже он держит свою руку, вроде бы как рисует. Нет быксича, нет четкости, но вот есть уже продвижение. С ниточками я более-менее разобралась и поэтому, как говорится, процесс пошел. Но в этом процессе мысли меня не покидают по поводу оттенка канвы. Все-таки, сколько я не смотрю видео Светланы, мне кажется, что здесь оттенок канвы имеет очень важное значение. Поэтому я заварила крепкий-крепкий вот такой чай. Приготовила инструменты, помощники, кисточку и полотенце. И сейчас начну прокрашивать кисточкой канву. Да, есть у меня вышивка. По вышивке я уже не буду проходить, а пройдусь по площади, которая не зашита. Есть вот у меня нитки, которые припаркованы. Не обращайте внимания на эти ниточки, на эти пучочки. Для меня это будет первый такой эксперимент, когда уже начата вышивка и я буду красить чаем. Не знаю, конечно, что получится. Но в спорте здесь ничего нельзя, потому что даже если получится пятнистая прокраска, будет винтажный оттенок. Здесь идет практически полная зашивка. Единственное, остаются какие-то участки незашитые. И вот там должен быть такой темненький оттенок. Особенно этот темный оттенок придает красоту в правом верхнем углу, где будут лететь птицы, деревья такие будут голые. Вот там нужен темный оттенок. У меня есть вот такая кисточка, старая косметическая, я ее почистила. Будем художничать и красить. Да, надо было еще покрепче заварить. Может быть, даже надо было подсыпать кофейку. Ну вот, пойду, девочки, еще делать сваставчик. Вот, девочки, хочу показать вам готовый результат, как покрасилась моя канва. Приобрела более нежно-коричнево, нежно-бежево-желтый оттенок. Ну, видно, вот здесь разница, да, как потемнела канва. Есть небольшой потек, но это не проблема, потому что здесь будет полная зашивка и при стирке еще цвет канвы выровняется. Итак, как я красила? Так, как и показывала, я красила кисточкой. Просто я сделала чуть покрепче чай, но, к сожалению, сорт чая, который у меня был, он был не очень крепкий, поэтому цвет не темный. Ну, цвет очень даже неплохой. Кстати, вот здесь самый светлый участок, а вверху я красила побольше, потому что там есть участки не зашиты, а здесь будет полная зашивка идти, поэтому здесь не критично. Немножко кисточка прошлась вот по этим частям и канва тоже немножко потемнела. Получился нежный, приятный такой темно-песочный цвет. Вот так бы я его назвала. И, как вы видите, я поставила сюда широкую раму, натянула мою работу в полную длину, как положено. Также использовала боковую натяжку от Дубко. Она не очень крепкая, но, по крайней мере, есть, присутствует боковая натяжка, помогает мне. Кстати, канва после всех процедур стала намного мягче. Я поняла, что мне не нравится мягкая канва, я привыкла к жесткой. Но что делать? Будем потихоньку вышивать и на такой канве. Здесь, когда канва мягкая, нужно очень аккуратно вышивать крестики-полукрестики, чтобы не перетягивать ниточку. Я, когда быстро вышиваю, у меня есть такая особенность, иногда я могу затянуть ниточку, поэтому мне нужно быть поосторожнее, поаккуратнее. Что еще могу сказать? Скажу только одно, что я планировала вышивать эту работу и двигаться вверх, вышить половину, а потом вышивать другую половину. Но, видите, как поменялись теперь мои планы. Теперь, соответственно, я буду вышивать правую сторону и выравнивать полностью работу часть за частью. Давно я так не вышивала. Давно не вышивала я полностью один процесс, только один процесс. И вот так на раме все, чтобы работа шла как положено, уровень за уровнем. Немножко даже соскучилась за такой техникой отшива, мне не хватало. Вот на этой работе немножко, так сказать, повышиваю, вспомню свои старые техники отшива. Хочу уделить ей сейчас внимание, потому что здесь очень много у меня используется разных ниток. И я не хочу ее откладывать, чтобы не забыть, что у меня здесь происходит. Немножко мне жалко, что я перебираюсь вниз, потому что здесь у меня есть какие-то элементы, которые я хотела закончить. И вышить бэкстич, в частности, вот это дерево, я, наверное, все-таки его закончу, дошью бэкстич и французские узелки. Очень мне нравится на этой работе эти деревья с французскими узелками, поэтому сделаю для себя это украшение, чтобы смотреть на это деревце. Ну а художника, может быть, дошью, может быть, нет, потому что мне нужно обшить еще вокруг немножко крестиков, чтобы бэкстич уже лег так, как надо. Ну вот, такая красота получается. Кстати, хотела отметить то, что здесь на картине также будет присутствовать домик, и может быть, и эта картина выполнит мою мечту на улучшение жилищных условий. И жизнь покажет. Ну а я, по крайней мере, пока буду домики вышивать, какой-то домик да и сработает. Но это не последнее включение, еще будет одно, так что не прощаюсь. И заключительное включение в этом видео. Перед вами сейчас мой станочек, моя работа во всей красоте полностью открыта, и видно, что у меня вышилось за это время. Вот целый вот такой вот кусочек. С одной стороны, очень хорошее продвижение, с другой стороны, хотелось бы и лучших результатов. Почему-то я все время это говорю, ну, наверное, потому что от большой любви к этой работе мне хочется, чтобы она быстрее продвигалась. И когда я за нее сажусь, мне кажется, что за 2-3 часа я сейчас вот как сяду, я как вышлю пол работы, и вообще за 3 дня я закончу. Но, к сожалению, эти мои надежды не оправдываются. Если я почему-то чересчур самоуверенный человек, или мне, может быть, очень эта работа нравится и хочется какого-то волшебства, чтобы она быстро отшилась. Но, к сожалению, волшебства не происходят. Работа вышивается в своем темпе. Все мы вышиваем по-разному. Кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. У меня вот такой вот темп. Не могу сказать, что прям и очень медленно, но и не быстро. Средний, скажем так. Так вот, значит, работала я над этим участком. И начала я вышивку с вышивки камней. Я сейчас сделаю более увеличу и покажу вам поближе. Так вот, начала я вышивать этот низ. Здесь камни в траве. Серые оттенки, как вы знаете, очень сложно переводятся в ниточки ДМС. Поэтому мне пришлось походить по моим наборам по несчастным, подергать там ниточки. И вышивать нитками Дименшинс. Только одна ниточка здесь светленькая. Это ДМС, потому что она хорошо подошла. А вот темные оттенки это Дименшинс. И я очень сомневалась, как у меня получится. Вот все ли у меня хорошо получится. И пока я не дошила последний камень. И вот траву. Потом уже отошла. И со стороны я увидела, что да, камни у меня получились очень-очень хорошие. Кстати, здесь у меня есть просвет. Забыла дошить несколько полукрестиков. Сбилась, поэтому они остались недошитыми. Но это я чуть-чуть попозже завершу. Вот эти столбики вышивала тоже ниточками Дименшинс. Чтобы не было каких-то броских отличий, цветов. И вот весь этот песок, такой темный, грязный, да, тоже вышивала ниточками Дименшинс. Да, Дименшинс. Почему-то путаю. И знаете, у меня здесь, вот на этом участке, произошел какой-то коллапс. Я говорила, что я ориентируюсь на видео и фотографии Светланы Горелкиной, которая вот на Ютьюбе у нас вышивала первая эту работу по оригинальному набору. И у Светочки, наверное, там передача камеры немножко искажает цвета. И вот эти цвета, они более светлые. Может быть засветилась при вспышке или еще как-то. И я вот смотрела на ее фотографии и смотрю на свой отшив. Ну, вроде вышиваю нитками Дим. Ну, почему же у меня так темно? Может, я уже довышивалась до полного дальтонизма и уже все потеряла полное различие в цветах. В общем, у меня здесь был шок, девочки. Потом я додумалась, нашла в интернете обложку оригинального набора. Увеличила и посмотрела, что да, цвета у меня здесь все правильно. Света, это ни в коем случае к тебе не претензия. Просто я рассказываю о своих приключениях. Вот. Поэтому я уже там успокоилась и дальше стала вышивать спокойно полностью весь этот цвет. Табличка тоже ниточками Дим. Ну, а водичка у меня вышивается ниточками ДМС. Я их сверила и они, к счастью, очень-очень хорошо, удачно у меня перевелись один в один. Просто, ну, конфетка. Так, что еще? Единственное у меня здесь идет отличие в оттенке. Это в зеленых цветах. Есть небольшое отличие. Но, на мой взгляд, вот это сочетание, этот перевод очень гармонично смотрится. И нет каких-то таких ярких нарушений цветов. Есть, конечно, отличие с оригиналом, но это не критичное отличие, я так думаю. И вообще, я считаю, что какие-то работы можно вышивать подбором, потому что ведь и сам Дим дает буклеты в ниточках Анкор, в ниточках ДМС. А значит, эти работы тоже можно вышивать такими нитками. Значит, дизайнеры предусматривают вышивку другими нитками. Это все нормально. Какие-то маленькие такие погрежности, они позволительно не имеют место быть. Вот. Что у нас здесь еще? Остался у меня бэкстич. Мне хотелось бы вам показать работу уже этот участок с бэкстичем, но, к сожалению, вышиваю я не каждый день, времени не хватило на бэкстич. И поэтому показываю вам так, как есть. Сегодня, скорее всего, если будет время, дошью бэкстич. И уже в следующем видео, когда мы начнем с вами новую череду серий, видео о бирчпонте, я тогда покажу вам этот участок из бэкстича. Вот. Дальше пойдет лодочка у меня, озеро. В общем, очень красивые детали. С левой стороны у меня все осталось так, как и было. Ничего нового не появилось. К сожалению, пока бэкстич на дереве я не доделала. Пол дерева обшила бэкстичем, а половину там другая ниточка идет. И так как схемка здесь идет старого типа, она на английском, ее нужно разбирать, читать. И меня, знаете, это тоже напрягает, что нужно постоянно мне то в переводчик, то туда, то к мужу идти с вопросами. И вот здесь вот, кстати, я перепутала ниточку бэкстича. Здесь должен был быть коричневый цвет. А я чего-то там неправильно поняла и вышла здесь белым. Но потом уже это заметила и смотрю, что это некритично. Это какой-то заборчик там получается на заднем фоне. Пусть будет он с белым бэкстичем, так даже ярче и симпатичнее. Вот. Очень жду этого дерева и этого куста, французских узелков. Это вот изюминка этой работы, на мой взгляд. Поэтому будем ждать. Вот. Ну, художник пока тоже ждет, пока я доберусь. Доберусь до него и дошью вокруг крестики, полукрестики. И смогу уже потом вышить также бэкстич. В целом работа очень нравится. У меня уже получается вышита где-то одна третья часть. Вот здесь вот ровно будет половина. То есть мне еще здесь нужно шить и шить. Просто вот нарастить бы себе еще две руки, чтобы быстренько вышить пол работы. У меня есть дополнительный стимул вышивать эту работу быстро-быстро. Потому что я заказала еще очень интересный наборчик. Который неожиданно встретила на просторах интернета. Сюжет. Влюбилась. Прямо, знаете, вспышка. Любовь с первого взгляда. Что нужно найти мне этот сюжет, вышить срочно. Целая история у меня с ним случилась, как обычно. Но всю эту историю я вам расскажу, когда уже получу этот набор в руки. И тогда сделаю вам обзор. И я надеюсь, приступлю сразу вышивать. Я все-таки надеюсь на чудо. Я надеюсь, что эта работа вышивается быстро. До прихода моего наборчика. Чтобы у нас не было конфликтов, интересов. Нужно срочно-срочно вышивать бёрч-поинт. Вот эта часть должна вышиваться полегче. Там много полукреста. А вот в доме там много креста и много разных элементов и сложений цветов. Я думаю, что там пойдет работа помедленнее. Ну, не будем себе что-то загадывать. Буду стараться уделять побольше времени. Стараюсь не брать другие процессы. И концентрируюсь только-только на этом процессе. Кстати, также стараюсь каждый день выкладывать свои фотографии ВКонтакте. Заходите, если вам интересно, смотрите. И, кстати, девочки, я зарегистрировалась в Инстаграм. Ура, это свершилось. Пока еще, конечно, разбираюсь, что там к чему. Но потихоньку уже наполняю фотографиями свой аккаунт. Поэтому тоже оставлю ссылку. Заходите, будем дружить. Еще в этом процессе у меня закончились три нитки. Конечно, это ни в коем случае не претензия к производителю. Потому что нитки, которые я сама подбирала у себя в запасах, это были где-то неполные матки. И поэтому этих цветов у меня уходит много. Поэтому они вот и закончились. Сегодня поехала и наконец-то докупила. Потому что вот, особенно 938-й, у меня там буквально хвостики какие-то остались. И мне он очень нужен. Вот мои три ниточки. А также покажу, что у меня произошло с ниточками Дим. Вот есть у меня такая коробочка жестяная от печеньков. Я уже вам ее показывала. И хочу показать, как у меня организовались мои ниточки. Вот эта ниточка осталась. Я не знаю, какой это цвет. Она просто у меня оторвалась от какой-то планшетки. Поэтому я пока положила так. Вот бобиночки. Все стоят по кругу. Стоят по номерам. Я всегда ориентируюсь только по номерам. А в середине я поставила картоночку. Вырезала такой листик. Скрутила. Скрипела на скрепочке, чтобы можно было регулировать. И вот так их все сложила. Здесь много бобинок, но ниток здесь мало. Потому что здесь у меня в основном хвостики, остатки девочки. Вот видите. Смотрите. Вот такие хвостики. Вот такие. То есть буквально ниточка две. Понимаете? Очень маленькие остатки. Вот. Но я в любом случае рада, что я привела их в порядок. Потому что это мои образцы. Вот. Видите? Вообще, ну мало. Мало бобинок, где есть прям много цветов. Много нитки. Наверное, самое толстое 18500. Самый редкий цвет ура он у меня есть. Да. Вот. Поэтому есть у меня еще такие баночки. жестяные. Поэтому буду ниточки Дим вот таким образом перематывать и организовывать в разные такие баночки. Буду нитки сохранять и использовать их в своих подборах. Потому что я думаю, что все равно подборы у меня еще будут. Я отношусь к этому абсолютно нормально. Если набор снят с производства и его уже не найти, то почему бы не воспользоваться схемой и не вышить, если производитель сам уже не хочет зарабатывать деньги на этом дизайне. Все. Его это уже не интересует. Поэтому если там какая-то сотня рукодельниц вышьет по подбору, по схеме, производителю этого не интересно. Если бы ему было это интересно, он бы эти наборы продолжал выпускать даже в каком-то ограниченном количестве или как-то на заказ продавать схемы. То есть как-то это было бы решен вопрос. А если не выпускается, значит уже не интересно. Я так говорю к чему? Потому что я на своей страничке ВКонтакте недавно выложила схему Анкор, нежное объятие. Вот индианка, которая обнимает малыша. Потому что часто девочки просят у меня поделиться этой схемой. Кто-то просит, кто-то стесняется. И я всем отправляю, кто просит, на почту. И решила, чтобы уже как бы не мучиться. Ведь набор-то не производится. Его даже за большие деньги уже нигде не найти. Он исчез просто из продажи. Поэтому я так подумала, что производителю я уже преда никакого не сделаю. Вообще я схему не выкладываю в интернет. Но это такой случай редкий. И я схему выложила на своей страничке ВКонтакте. И говорю, девочки, кому интересно, пожалуйста, пользуйтесь, вышивайте. Такой подарок. Вот, на мое удивление, я получила несколько очень резких таких комментариев. Что, мол, я там распространяю схемы, нарушаю грубо авторское право. И вообще такая негодяйка, что тут вообще такое дело. Ну, честно вам сказать, столько сайтов с схемами Dimensions и других производителей. Что-то я там не вижу никаких социальных групп, которые бы боролись с распространением и нарушением авторских прав и всего остального. Люди просто скачивают схемы, как разные вот фирмы или ВКонтакте есть группы, которые комплектуют по схемам Dim и другим схемам, комплектуют нитками ДМС и Конвой и продают эти наборы, зарабатывают на этом деньги. Тоже их никто не догоняет, а тут один раз выложила схему, уже там что-то понаписали. Ну, в общем, мнение я вам свое высказала. Если у вас очень такие строгие принципы, проходите мимо, не скачивайте. Если вы нормально к этому относитесь, вы логичный человек и понимаете разницу, где нарушается право авторское и происходит, какой-то вред наносится. Если бы это был дизайнер наш, который разрабатывает, схемы продают, то понятно, да, это, конечно, вред. Здесь все другое дело. Вот, и если у вас нет вопросов, то, пожалуйста, заходите, можете взять эту схему и вышивать. Вот так, такие у меня новости, девочки, мальчики. Спасибо вам большое за поддержку, за Facebook, нам очень помогли. Вот, потихонечку восстанавливаем наши дела. Вот, ну, а я пойду вышивать, пойду снимать вам еще новые видео. Спасибо большое за лайки, за поддержку. До новых встреч и пока-пока.